Очереди в поликлиниках, дефицит кадров, грубость персонала, недостаток номерков. Проблемы год от года, не теряющие актуальности. Специалисты регионального отделения Общероссийского народного фронта встретились с журналистами, чтобы практически из первых уст услышать, с какими вопросами сферы здравоохранения чаще всего обращаются в СМИ. Впоследствии они будут внесены в итоговый доклад для Всероссийского медицинского форума, который состоится в июне. За номерком к 4 утра, согласно мониторингу СМИ, проведенному специалистами ОНФ, страшный сон заболевшего и по сей день вполне реален. Отстоял очередь за волшебным талончиком, молодец, теперь стой под дверью специалиста. 10 минут, час, как повезет. Больше всего времени ожидания приема специалиста пациентам приходится ждать у хирурга. Там время ожидания оставляет более часа, среднее. Следующий специалист терапевт, там порядка 40 минут, но здесь связано с тем, что пациенты занимают также живую очередь, не только по направлениям, номеркам. Второе место заняла проблема оптимизации системы здравоохранения. Как вы, наверное, уже знаете, в том числе и в Мурманской области, достаточно резонансно, был вопрос объединения КВД и центра СПИД. Потому что многие пациенты специализированного центра, больные СПИДом, проблемы потенциальные, не секрет, не хотели посещать КВД в связи с тем, что там очень много людей. На третьем месте проблема лекарственного обеспечения. Одних не хватает, другие продают просроченными, третий стоит слишком дорого. Вспомнили и про врачебные ошибки, в частности, нашумевшую историю мурманчанки, внутри которой во время операции забыли тампон. И о кадровом дефиците, и о качестве скорой медицинской помощи, и об отношении персонала. Разные ситуации бывают. Во многих случаях человеческий фактор, как со стороны населения, как со стороны сотрудников здравоохранения, конечно же, присутствует. Но самое главное – это население, это пациент, это первично. Поэтому, как бы ни было, какая бы жалоба ни была, она, конечно, никогда не останется без ответа. Такой срез материалов СМИ на тему здравоохранения сегодня проводится по всей стране. Итоги мониторинга в Мурманске подробно обсудят на круглом столе, который состоится 5 мая. На него будут приглашены все заинтересованные стороны, как представители профильных комитета и министерства, так и рядовые пользователи медицинских услуг.